В рамках недели национального проекта «Демография» прошло совещание, посвященное внедрению корпоративных программ, укрепляющих здоровье работников различных организаций. Нацпроект выведен в демографию. Он влияет и на здравоохранение, и на общедемографические показатели. В региональном проекте, который называется полностью «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни», включая здоровое питание и отказ от врезанных привычек, определены три основных направления. Первое направление – это формирование среды, способствующей введению граждан в здоровый образ жизни, включая здоровое питание. Депутаты законодательного собрания, представители городской администрации, специалисты отдела охраны здоровья граждан, главные врачи учреждений здравоохранения собрались в областном центре оказания помощи лицам, пострадавшим от традиционного воздействия и профессиональной патологии, чтобы обсудить ряд вопросов. Считаю, что все направления национального проекта здравоохранения направлены не только на то, чтобы вылечить уже заболевшего, а направлены на то, чтобы вовремя выявить различные заболевания и вовремя действительно вылечить и вернуть в строй, будь то ребенок, будь то взрослый. Но и одним из направлений является как раз и диспансеризация, ежегодная диспансеризация работающего населения. В современных условиях развитие системы сохранения и укрепления здоровья работающих граждан невозможно в отрыве от производства, поэтому создаются специальные программы. Хотя бы начать с обычных физкульт-минуток, которые были раньше, с обычной зарядки. Не надо там в течение рабочего дня выделять какое-то количество, большое количество времени. Вот участие в соревнованиях между предприятиями, между, допустим, отделами, между подразделениями того или иного предприятия. Это не обязательно делать в рабочее время. Наверное, не столько важно, что это будет в рабочее время, а главное, чтобы люди занимались этим. В 2016 году на территории области началась реализация проекта «Здоровое предприятие», направленного на улучшение состояния здоровья работающих граждан. Сегодня в эту программу вовлечены 474 предприятия региона. Ежегодно по результатам соревнований, оздоровительных мероприятий, делается отчет на отчет на выбранном собрании по союзной организации, где отмечаем лучших, достигнутых результатов. Сколько человек бросило курить, сколько в этом году человек меньше заболело на предприятии. То есть идет анализ, потому что это влияет на экономические показатели предприятия. На Ульгес сегодня действует корпоративная программа и коллективный договор, где прописаны сроки и порядок проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий. Работникам созданы комфортные условия для занятия спортом. Забалансированное питание в столовой, современный спортивный зал, новый инвентарь и отремонтированные раздевалки. А после изнурительных тренировок по футболу, волейболу и настольному теннису, команды могут восстановить свои силы в сауне и бассейне. Ну, занимаюсь спортом и после работы, и вот когда удается в обеденный перерыв немного. Руководство поддерживает развитие спортивного направления, поэтому нам очень удобно и хорошо, что есть такой спортивный зал большой. То есть тут не только в теннис мы играем, в волейбол играем, часто проходят спартакиады. Участники круглого стола также отметили, что пристальное внимание должно уделяться здоровью сотрудников вредных производств. Сегодня 85% предприятий, имеющих токсичное производство, вошли в корпоративные программы. Отметим, что в рамках нацпроекта «Демография» правительство Российской Федерации ожидает, что к 2022 году корпоративные программы по укреплению здоровья охватят более 33 миллионов граждан, работающих на производстве. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.